Микс Ньюс Гость у меня сегодня, которому вопросов, думаю, что будет много, особенно у родителей, руководитель Государственного Центра Содержания и Образования Гундерцатлакс. Доброе утро! Доброе утро! Так что готовьте свои вопросы, если такие у вас есть, можете воспользоваться возможностью задать напрямую вопросы, которые вас наверняка интересовали. Ну а мы начнем с, наверное, хороших новостей, которыми вы порадовали тоже на прошлой неделе. Наверное, изначально порадовали ученики, которые сдали хорошо экзамены, лучше, чем предыдущие годы. Да, да, ну совершенно точно, экзаменационная сессия завершилась, сейчас проходит процесс апелляции, конечно, в один месяц. Но в целом, разумеется, мы, скажем так, довольны, то есть опасение, что отдаленный процесс учебы как-то повлияет очень сильно на результаты экзамена, не оправдался, к счастью. Так что результаты, в принципе, хорошие, то есть они статистически не очень отличаются от других годов, чуть улучшились результаты, в принципе, во всех обязательных предметах, в том числе и математике. То есть это тенденция, которую мы наблюдали последние годы, что все время ухудшаются результаты, она не подтвердилась. С другой стороны, конечно, надо вспомнить, что экзамен был чуть все-таки другим и происходил по-другому регулированию, то есть он был короче, не было перерывов, то есть только три часа, количество заданий было чуть меньше, но, в принципе, уровень сложности остался тем же самым. Ну, конечно, хорошо то, что ученики, в принципе, хорошо сдали, но, с другой стороны, мы тоже наблюдали более сильный разброс результатов, то есть было больше учеников с очень хорошими, хорошими результатами, но тоже увеличилось количество людей с плохими результатами. То есть можно гипопедически предсказать, что те, у которых более хорошо все с контролем и навыками самостоятельной учебы, у тех, конечно, это помогло, но у тех, у которых такого не было или обстоятельства были хуже, это не помогло. Но в целом, конечно, мы довольны результатами. Что-то можно из вот этого опыта, который в этом году был, там, по количеству часов на экзамене, по виду, взять следующие года, когда мы надеемся, что ситуация уже нормализуется и нормально мы будем ставить? Да, разумеется, это возможно, мы думаем об этом, и я думаю, этот опыт, который у нас был, ну, мы не знаем, какая будет ситуация следующей весной, да, но я думаю, что многого из этого опыта можно использовать, конечно, и в будущем. Если говорить, вот вы упомянули, что другой был экзамен, но не легче, и вот про сама организацию тоже, и мы знаем, что очень многие ресурсы давали свои задания бесплатно, тоже там Уздовом и ЛВ, можно было, была возможность, ну, бесплатно, например, проходить, практиковаться, и мы понимаем, что так как многие там другие дела были отменены у учеников, они могли, грубо говоря, вот сидеть и тренироваться. Как вы считаете, это тоже может быть как-то с хорошей точки зрения? Да, 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 разумеется, разумеется, но все зависит, конечно, от мотивации и от саморегулирования, то есть те, которые очень серьезно относились к экзаменам и окончании школы, у которых были хорошие планы на будущее, и для поступления, конечно, у них эти две с половиной месяца дали эту возможность. Так что, я думаю, те ученики, которые очень занимались самостоятельно, они проявили очень хорошие результаты. Вы упомянули доступность, мы знаем, что в самом начале тоже были проблемы с тем, что у кого-то не было компьютеров, у кого-то не было доступа к интернетам, где-то многодетные семьи компьютер один всем не поделись между собой. В какой момент решилась все-таки эта ситуация, если решилась до конца или все равно приходилось как-то выкручиваться? Да, ну, министерство сделало все возможное. Я думаю, в начале отдаленного процесса, как вы помните, наверное, мы разговаривали с некоторыми большими телекоммуникационными компаниями, и была возможность раздачи для пользования более пяти тысяч ведерий, то есть средств коммуникации и пользования интернетом. И сейчас мы тоже работаем над большим проектом, одним из больших проектов на следующий год, чтобы тоже обеспечить не всех, не всех школ, но гораздо большее количество компьютеров для того, чтобы улучшить и дигитальные навыки, и в том числе, и если без необходимости удаленной учебы. Вот мы на прошлой неделе тоже читали, что министерство выделяет три миллиона для того, чтобы обеспечить. Значит, ну вот мы так посчитали, что в среднем, если предположим, 250 евро условно на одну единицу, то это около 12 тысяч выходит. Хватает ли это? Учеников у нас, понятное дело, намного больше. Да, разумеется, но мы тоже провели многие опросы с помощью Эдурио в течение этого отдаленного процесса, и мы понимаем, что в большинстве случаев все-таки эти возможности есть у семьи. То есть сложно сказать точно, сколько не хватает, и, конечно, многие из участников опроса ответили, что да, есть, но старые, например, потому что технологии меняются, и мы не можем обеспечить всех на все будущее время. Так что, разумеется, это не будет возможность с такими средствами обеспечить всех, но это будет возможность обеспечить в тех школах и тех самоуправлениях, где как раз есть семьи очень малообеспеченные. То есть это один из таких ресурсов, который можно помочь тем людям, которым наиболее сложная ситуация. А с учителями что в этой ситуации? Они тоже подчистую были в той ситуации, что у них не было возможно каких-то... Да, разумеется, но это трудно сказать, как распределяются эти возможности и средства. То есть мы не будем раздавать каждому конкретному человеку, да. Это будут школы и самоуправления, которые получат это средство, и, конечно, у них будет возможность решить, кому наиболее высокая нужда. Это может быть учитель, это может быть ребенок или семья. Ну и самый большой и главный вопрос, конечно, которым сейчас все задаются после того, как вы выдохнули и получили аттестаты, это как начнется будущий учебный год. План А, план Б, мы слышим такие фразы. Какие зарисовки у вас на сегодняшний день? Да, ну я начну с самого главного, что школы откроются. То есть школы откроются в очном виде, который работает 1 сентября. Мы не планируем, не менее, Министерство здравоохранения, скажем так, такой шатдаун, который был в начале марта в чрезвычайной ситуации. Так что школы начнут работать, но мы разработали довольно детальные рекомендации, то есть и совместно с Министерством здравоохранения по поводу средств безопасности соблюдения, и также с нашей стороны рекомендации, как организовать учебный процесс в школах в очном форме. Мы будем рассказывать это сегодня в 10 часов на пресс-конференции, где участвует и Министр образования, госпожа Шуплинская, и господин Перевозчиков, и я тоже там буду участвовать. И там мы будем более детально рассказывать об этих вариантов и моделях. Действительно, мы разрабатывали, в принципе, концептуально, так скажем, три модели А, Б и С, то есть азбука. Но там нет ничего очень-очень мудрого, скажем так. Это, конечно, вариант А, он самый простой, то есть очное занимание в школах. Мы представляем тоже возможность и при этом варианте. То есть если нет никаких угроз, все хорошо, нормально, можно соблюдать все меры безопасности. В этом варианте А мы тоже предлагаем дать возможность старшеклассникам, то есть начиная с 7 класса по 12, какое-то время провести самостоятельное учебу. Не более 20%, то есть это максимум один день в неделю, но чтобы не, скажем так, не забить тот опыт, который был в отдаленной учебе, и чтобы развивать эти навыки саморегулирования и самоучебы, то есть мы даем такую возможность и предлагаем дать эту возможность, особенно старшеклассникам, заниматься самостоятельно. Это не значит отдаленно, это может происходить и в школе с применением технологии или заниматься в школьной библиотеке, например, но чтобы развивать и основать эти саморегулирования и навыки. Вариант Б более сложный. Он такой вариант, который мы разрабатывали в случае, если школа не может соблюдать все меры безопасности и хигиены, и требования Министерства здравоохранения. То есть школа переполнена, например, очень сложно обеспечить неперекрестывание групп, потому что самый главный принцип сейчас, который происходит из Министерства здравоохранения, это не два метра, не дистанционность, но это соблюдение контроля, чтобы люди, как возможно, оставались вместе с какой-то группой. С первого урока и до конца учебного дня. Чтобы можно было контролировать, если что-то случается, тогда это группа людей, которые можно... Локально как-то. Да, локализация, скажем так, это главный принцип. И поэтому, в зависимости от того, как школа может соблюдать этот принцип, в зависимости от того, мы предлагаем в варианте Б использовать смешанный метод, который называется и в рекомендациях Европейской комиссии как blended learning, то есть люди проводят какое-то время отдаленно, самостоятельно, какое-то время очно в классе с учителем. Там можно провести вариации, разные вариации. Это может быть половина класса, скажем так, это может быть целый класс, который одну неделю учится очно, другую неделю заочно. То есть это позволяет, скажем так, уменьшить количество людей и уменьшить возможность их смешания, скажем так, и приноса инфекции или заболеваний. Ну, такой вариант Б, очень обобщенно говоря. И, конечно, вариант С, это тяжелый вариант, это когда человек или класс или группа какая-то класса должна отправиться в отдаленную учебу, потому что появилась инфекция и заболевание, или контектирование какое-то. Ну, тогда вступает в силу, конечно, все то, что мы публиковали тоже в марте по поводу отдаленной учебы. Ну, вот вы упомянули, что вот если вот этот один день при варианте А или это часть при варианте Б, но это решать будут школы сами? Конечно, конечно. То есть не так, что сегодня хочу, завтра не хочу. Конечно. Это зависит от руководства школ, как они видят эту ситуацию, как они видят целесообразность такого метода. И, разумеется, тоже это зависит от рекомендаций или требований СПКЦ, то есть в зависимости от ситуации в стране. Но ясно то, что никто не готовится в общем на национальном уровне закрытия школ, то есть самый главный принцип – это локализация. Ну, вот, кстати, вы наверняка с господином переводчиком и вы в общем с СПКЦ обсуждали, если, например, в школе у кого-то заболел родитель, школа вся сразу закрывается, уходит на карантин, или это все ладно? Нет, нет. Это и тот принцип, чтобы сохранить как можно меньше, меньше количество людей, которые контактировали с этим человеком, у которого заболевание в семье или сама в себе. Так что, чтобы не было необходимости закрывать целую школу. Поэтому это самая главная рекомендация – организовать процесс так, чтобы как можно меньше люди встречались на переменах, например, или в помещениях общего пользования и тому подобное. То есть есть вариант, что, например, кафе, столовые, в школах будут тоже ограничены как-то по времени? Или организованы по сменам, скажем так, чтобы те люди, которые ходят, те самые, которые контактируются в течение дня в учебе. Вторая смена, от которой мы так долго уходили, и возможность, которая тоже звучала в последнее время, такой вариант тоже? Да, конечно, такой вариант, я думаю, довольно реальный в школах, которые, скажем так, полные или даже переполнены. То есть готовятся к этому? Возвращаясь к экзаменам чуть-чуть, вы упомянули, что сейчас как раз-таки проходит этот апелляционный месяц. Как это обычно происходит? Ученики, возможно, их родители не верят, не уверены. Как часто центр образования, ну, не то чтобы свою, там, может быть, ошибку какую-то признает, но вот действительно, что не совпадает что-то? И как это можно понять? Вы повторно проверяете или это ошибка под проверкой? Я напомню, что экзамен, каждая часть экзамена оценивается двумя независимыми оценивателями. Если разброс между их оценкой больше, чем 10%, скажем так, тогда мы привлекаем третьего оценивания. Но в любом случае, конечно, люди, у школьников есть такое право переспрашивать, если эта оценка объективная. Тогда мы делаем еще раз эту проверку и оцениваем эту часть отдельно еще раз. Ну, бывают случаи, что вы действительно где-то… Да, примерно бывает. У нас, я не знаю, как будет в этом году, но в целом каждом году у нас примерно 100 апелляций. И я бы сказал, что примерно в 20% случаев мы пересматриваем результат. Ну, в лучшую сторону, я могу предположить. Да, да. Хотелось бы верить, что не просто так. Да, да. Те способы, которые мы видели, что был канал, которым наверняка очень радовались родители, когда можно было не только с учителем или самостоятельно, но, например, с помощью программ каких-то обучения получать. Вы как оцениваете такой способ получения образования и может ли он потом тоже использоваться в будущем? Он пригоден, конечно, и мы тоже планируем продолжать инициативу ТАВа класса сейчас на другом уровне. Думаю тоже о внедрении нового содержания. Так что видеоформат, в котором предлагается целый урок или часть урока или разъясняющий материал, я думаю, они ценны и использованы. Конечно, сложно сказать, можно ли полноценно учиться только смотря видеоматериал. Разумеется, роль учителя все-таки очень важна, но использовать как методический материал – это возможно. Мы будем также дать возможность использовать и снятый материал уже, но мы будем продолжать тоже снимать новые видеоматериалы, конечно, в будущем учебном году. Вот в этих условиях пандемии надо вводить содержание образования уже так совсем твердо. У вас не было опасения весной, что все пойдет на смарку, все испорчено и ничего уже не вернуть? Отчаяния какие-то моменты? Нет, я скажу, что отчаяния не было. Конечно, мы все не знали, как это будет произойти и как отдаленный процесс будет происходить. Но тоже скажу, благодаря, наверное, всем учителям и родителям в этом смысле и ученикам, что этот процесс тоже прошел удивительно хорошо. И в целом, я бы сказал, там были многие случаи индивидуальные школы, где это не было так, но в целом он прошел гораздо лучше, скажем так, чем я ожидал вначале. То есть сейчас можно сказать, что не повлияло и так, как новое содержание, как оно планировалось в таком виде? Так оно и будет ввести. Напомню, что новое содержание ведется в первых, четвертых, седьмых и десятых классах в этом сентябре. Вот по поводу первых классов, тоже одна из мыслей, идей, вокруг которой было много споров, это с шести лет или с семи лет начинать образование, в результате, что и сейчас в школах. Потому что если послушать родителей, есть школа, которая не брали, например, потому что хотя в середине года, например, ребенку семь лет исполняется, но вот с шести они все-таки не берут. Соответственно, это разница в первом классе, в какой-то момент будет те, кого взяли с шести, а тому же восемь исполняется, и в одном классе два года разброс. Ну, эти дискуссии были в восемнадцатом году, конечно, когда мы предлагали этот принцип сменить семь лет на шесть лет. То есть, все-таки и тогда предназначено, что можно сохранять этот выбор для родителей, то есть семь или шесть. Но я не знаю сейчас статистику, как много будет шестилетних, как много семилетних, но и тогда все последние годы примерно 10-12% от первоклассников были шестилетние ребята. Так что этот разброс сохраняется, он неизбежен, потому что люди рождаются не в одно время, но это может быть в январе и может быть в декабре, конечно, так что этот разброс неизбежен, я думаю. Но, конечно, это повлияет. Я думаю, мы все знаем, что ребенок развивается очень быстро в этом возрасте, и если в одном классе встречается и восьмилетний, и шестилетний, тогда, конечно, там есть разница. Но это не влияет в будущем? Ну, все-таки это два года разница. Да, но мы предлагали как бы сделать это меньше, но не было этому поддержки, скажем так, в обществе, и мы остались с тем регулированием, которое есть. То есть, семь лет это обязательно, но можно и шести лет. Сейчас получается, что школу плюс-минус они уже сами понимают, и по потоку, и по прочему. Вот по поводу первых классов еще хотелось бы задержаться. Например, в классической гимназии там, по-моему, шесть или семь первых классов. Это не многовато для школ? Вы как-то не думали, что это тоже надо регулировать, потому что звучит это как очень большое количество детей, и про индивидуальный паспорт здесь, наверное, сложно говорить. Да, но есть, я бы сказал, что плохо, когда экстремально, когда очень много, я бы сказал, в семь параллельных классах это очень много, разумеется. И большая школа, очень много учителей, это чуть-чуть напоменяет фабрику, скажем так. Но и другое окончание тоже очень проблематично. Если у вас в классе пять-шесть ребят, то там тоже говорить о подходе к компетентности очень сложно в том случае. Это более ситуация в сельской местности, разумеется. Так что надо где-то средний, золотой, как бы сказать, уровень, но нет таких планов, и это невозможно, наверное, практически со стороны министерства сказать, что только так и по-другому. Это все-таки зависит от учредителя школ, скажем так, самоуправления, и Рига, наверное, лучше видит, как организовать этот процесс. С другой стороны, в той же самой Риге, конечно, мы знаем, что есть очень много школ, которые не заполнены, то есть полупустые. Так что этот процесс сможет решиться только на уровне самоуправления и как они используют те помещения и здания, которые у них есть. Первый, четвертый, седьмый класс, где вводится новое содержание образования, можно ли сказать, что это будет эксперимент, или все-таки мы столько лет готовились, что уже плюс-минус готово? Да, я бы никогда не назвал это экспериментом, потому что, напомним, что содержание пересматривалось на течение четырех лет. Там были привлечены очень большое количество учителей и педагогов, так что это не новшество, скажем так, и были уже сто пилотные школы, которые опробировали этот новый подход. И я напомню тоже, что самое главное, это не само содержание по поводу, скажем так, математики или физики, то есть мы не придумали новую математику или новые концепты физики, это изменение подхода, это более сильное фокусирование на достижимый результат и планирование учебного процесса, так чтобы дойти до этого достигаемого результата для каждого ребенка. Но это и более сложно все-таки, человек, вот он привык ходить прямо, а ему говорят зигзагом ходи, он же сразу не перестроится, и даже за год он может не перестроиться, если ему противится что-то. Конечно, это не значит, что все будет с первого сентября по-другому. Все зависит от школы, от учителей, как они поняли, как они взяли на свое обеспечение этот новый подход. Но у нас проходили очень много курсов, в целом участвовали в разных курсах и семинарах, более 15 тысяч учителей, то есть больше половины, скажем так, учителей. Так что я думаю, говорить о недостатке понимания нового подхода и незнании, что это значит и как это делать, мы не можем зависеть, как люди возьмут это на свой инструментарий, скажем так, ежедневной практики. Но вы как чувствовали? Сами учителя просили, покажите нам, расскажите, мы хотим. Или приходилось уговаривать, убуждать? Да, по-разному. По-разному. Учители тоже как люди, как и общество очень разные. Но мы не встречались, скажем так, с сильной оппозицией со стороны учителей. И я не буду говорить о возрасте, это не значит, что старшлетние учители как бы против, и молодые за, это не так. Не было такого разрушения. Такого разброса не было, нет. В принципе, мы получили очень хорошие отзывы даже с начала этого всего проекта. Есть, по-моему, миссия, как вы на этот проект смотрите? Можно ли там тот ресурс, который возлагают на эту программу в том числе, можно ли там уже изначально заложить? Мы знаем, что легче научить, чем переучить. Да, конечно, конечно. Я смотрю очень позитивно. Опыт у нас хороший в стране, ССПМ-миссия. И сейчас есть этот проект тоже, когда 100 человек будет начинать учить и учиться сами в школьной среде. Я смотрю это очень позитивно, потому что действительно очень более трудно перестраиваться, когда ты привык работать по какому-то методу и в своей привычной роли, и когда ты ходишь как бы снаружи. Там есть и свои риски, разумеется. Опыт тоже очень важен. Психологический опыт, как разговаривать с детьми разного возраста и тому подобное. Так что там и за, и против. Но в целом я смотрю очень позитивно. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Руководитель Государственного Центра Содержания и Образования Гунтер Цатлакс у нас в студии. И в WhatsApp тоже можете написать. 2-3-0-6-1-9-1. Надевайте наушники. Звонок у нас есть. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, у меня вот такая... Даже я не знаю, вопрос или нет. В русских школах практически отсутствует разговор на латышке. Хочется, чтобы просто или отдельный урок был, или что-то, чтобы дети начали говорить. Причем это с того класса, с какого начинают говорить, ну, учить латышский язык. Понимаете? Спасибо. Спасибо. Разговорный латышский. Это, кстати, действительно я тоже от многих слышала, что вроде у тебя есть знания грамматика, но вот именно в практике, как в практике, да, что бывает сложновато разговорить. Да, да. Очень хороший вопрос. И я думаю, я не так... Я знаю, что есть школы, например, та же классическая гимназия, у которых есть, скажем так, внутренняя политика, чтобы усилить эту возможность и как бы не мотивировать, но стимулировать учеников разговаривать на латышском языке. Но я думаю, сейчас с введением нового регулирования, когда в седьмых, девятых классах это 80% занятий на латышском, всех предметов, разных предметов, и переход средней школы на латышский вообще, мне трудно сказать, что будет или, возможно, нехватка употребления латышского языка. То, что на переменах ученики могут разговаривать на том языке, которым они и хочут, даже если на английском или на французском, я не вижу там большой проблемы. То есть я не думаю, что нам надо идти на очень сильное регулирование, скажем так, что только латышский и никакой другой язык. Но да, я думаю, что это один вопрос к руководителям школ, чтобы подумать, как в такой среде, где нет, скажем так, латышский родной язык распространён, чтобы мотивировать учеников тоже пользоваться этим языком и на уроке, и после уроков. Но это, я думаю, что это вопрос на уровне школ, всё-таки не на государственном уровне. Устраивать дискуссионные клубы после уроков. Да, например, думать какие-то формы, где это можно приучить. Разотронули от темы языка, тоже достаточно много отзывов. Наверняка и вы тоже слышали, что качество латышского языка именно в школах нацменьшинств, в русскоязычных школах, там, да, выполняют вот эти требования, но когда учитель, который, ну, возможно, с акцентом, возможно, где-то что-то неправильно, ну, то есть вот лучше бы он на русском языке говорил, чем на таком латышском. Таким вы сталкивались? Тоже, тоже дискуссионный вопрос, да. Ну, я слышал такие наметки. Трудно сказать, учители очень разные. Тоже была возможность, когда начался этот переход на образование в среднем образовании и изменение пропорций в основной школе, тогда была и возможность улучшить свои качества, скажем так, разговорного языка, но латышского, тоже для учителей нацменьшинств. Сколько я помню, я не могу сказать точно, но была возможность такая для 8 тысяч людей планирована, да, то есть бюджет был сделан для того, но я думаю, что количество которых использовались этим было чуть меньше 4 тысячи, да. Так что отзыв был не такой сильен, как мы предлагали возможность эту, но использовали где-то около 4 тысяч людей. Так что это зависит от учителя, но я бы не был так строг, скажем так, тоже по акценту, например. То есть мы все говорим на разных языках и не всегда перфектно, но, скажем так, весь мир говорит на английском, и это, конечно, не оксфордский английский. Так что я бы сделал скидку, скажем так, на качество произношения. То есть это не только чему бы вы привязали. Да, самое главное, что содержание не рассказывается неправильно, да. Вы замечаете наверняка по пропорциям видеть, что мы знаем, что достаточно много в обычные латышские школы русскоязычные семьи, например, отправляли, да, наверное, их все больше и больше становится, уже смешивается. А вот в школу у нас меньшинство, например, дети, у которых родной латышский язык тоже попадают, бывают такие случаи? Или все-таки тут? Статистики у меня нет. Я слышал, что такие случаи есть, но гораздо меньше, чем наоборот, разумеется. Но мы все знаем о, скажем так, этих рижских гимназиях, где большой конкурс, и там поступает очень много детей, у которых латышский неродной язык. Но я думаю, нам не надо как бы разделять людей на национальности и этнические группы. То есть у нас всех есть семьи, родные языки, много смешанных семей тоже, да. И поэтому надо как бы отделить это ваше этническое происхождение от того языка, который вы используете на работе и на учебе. — Еще одна возможность для школ нацменьшинств, для сохранения именно. Мы уже с вами говорили тоже в этой студии по поводу того, что есть возможность выбирать вот этот модуль, там, где больше, например, русского языка и литературы. Вы видите, как часто его выбирают? Или все-таки предпочтение другим? — Да, я понимаю. Трудно сказать. Сейчас мы еще не видели или не обобщали все программы, как школа сейчас национальных меньшинств, скажем так, переходит на новые содержания. То есть это касается уровня средней школы, конечно, 10-й и 10-й класс, где есть возможность в школах по востребованию детей, то есть учеников или, скажем так, их родителей, чтобы была возможность обучения тоже национального предмета, то есть национального языка и культуры. Так что как много это будет, я думаю, мы увидим после 1 сентября, когда будет обобщена эта статистика и такая возможность действительно есть. И я думаю, что школы национальных меньшинств, я уверен о тех, которых я знаю, скажем так, только польские школы, например, которые очень сильно на это работают. Но как это будет выглядеть статически по стране, мне трудно сказать. У вас вообще пока нет статистики. Хотелось бы еще знать, как часто выбирают технически больше математику, физику, точные науки или все-таки больше гуманитарии? Да, я могу отзываться на вопрос, который мы провели, но это было еще в январе-феврале месяце, когда мы спрашивали школу о их предлагаемых комплектах, углубленных курсах. Но это, понимаете, еще не начинается с этого сентября, это будет касаться 11-го класса, 12-го класса, когда они поступят. Но, конечно, предложение школ уже есть, то есть мы не обобщили еще реальную ситуацию, что предлагали и что выбирали самое главное. Это мы увидим тоже где-то в начале нового учебного года. Те вопросы, которые мы провели в январе-феврале, в принципе, картина была довольно объективная и нормальная, то есть не было так, что все предлагают только гуманитарные предметы. Там было очень много тоже школ, которые предлагали углубленные предметы и по физике, и по математике, и по естественным знаниям. Так что было пропорционально. Конечно, проблема, которую мы видели в то время, была с очень небольшими средними школами в сельской и отдаленной местности, где действительно, если есть нехватка, как мы знаем, учителей физики, математики, и естественных наук, то там доминировали, конечно, гуманитарные и социальные предметы. Но, скажем так, чем больше школа, опять возвращаясь, количество учеников, и, скажем так, как большая школа, чем больше школа по количеству учеников в среднем уровне, тем больше было это предложение, и тем больше было и естественной науки. И если про первые, наверное, класса говорить, что больше всего интересует, что будет принципиально нового? Вы сказали, что не будет так, что мы сегодняшний день, а завтра что-то дня не отличим, но что будет принципиально новое, от чего мы откажемся, или что-то будет такое, чего до этого у нас не было? Да, но эти изменения не будут так визуальны, скажем так. Это не будет так, что вы войдете в класс, и там все будет выглядеть по-другому. Например, в домашних заданиях, которые говорили, не будет. Я думаю, что по тому, как мы разрабатываем новое содержание и новые программы, процесс обучения должен проходить чуть-чуть иначе. То есть больше индивидуальной работы, больше самостоятельной работы для учеников, работать в маленьких группах, более работы на углублении, скажем так, чтобы дать детям возможность что-то делать и сделать. Я бы не хотел употреблять это сравнение, скажем так, с детским садом. Это не методически правильно, да, но чтобы ученики тоже в первом классе работали более самостоятельно, более с интересом. Не то, что они сидели в партах и слушали лекции учителя. Ну, очень грубо выражаются. Но это то, что, мне кажется, отпугивает очень многих правоклассников, отбивает желание учиться еще на долгие-долгие годы. Конечно, конечно. Самое главное новое содержание, это не о том, что учитель рассказывает информацию и ученик запоминает ее. Но это самое главное, что ученик, занимаясь самостоятельно с учителем, со своими одноклассниками, сам приходит к каким-то результатам и понимает, что можно сделать и что не можно сделать. Вы как-то будете следить? Потому что мы уже тоже говорили, что звучит это все очень замечательно. И хотелось бы верить, что все получится так, как задумывается. Но мы знаем, что, к сожалению, как правило, не всегда получается точно по намеченному пути идти. У вас будут какие-то, не знаю, контрольные встречи раз в полгода? Как это все будет происходить? Да, у нас запланировано, конечно, довольно большое, и то, что не было до сих пор, скажем так, мы не называем это контроль, но мы называем отбалст пасакуми, то есть поддерживающие мероприятия. Мы работали и подготовили более 200 координаторов учебных сфер в каждом самоуправлении, которые тоже люди, которые будут давать эту методическую помощь учителям. То есть мы не думаем так много о контроле, но мы думаем о мерах дополнительной поддержки, помогания учителям. Но это будет только там, где будет спрос или запрос на эту помощь? Нет, это задумано во всей стране, во всех самоуправлениях, и это есть наша методическая работа, которую мы будем проводить. Еще хотелось по поводу такого термина, как популяризация науки, очень актуально и достаточно часто встречается. Мы видим, что, например, в русскоязычном сегменте там тот же YouTube, который активно используют, и там вот есть молодые ученые, которые прямо не так рассказывают, что, мне кажется, все дети уже там с детства хотят биологами, химики, физиками, космонавтами и прочим. Это тот же Илон Маск. Спасибо ему, что у многих детей есть какая-то мечта. У нас же есть там тоже свой тот же господин Кощеев, который там и в того класса тоже у него были уроки. То есть, как бы планируется ли что-то такое, вот таких вот звезд приглашать, чтобы дети загорались, и у них была какая-то мечта, и они вот чего-то хотели бы сказать. Это очень-очень хорошая вещь. Напомним тоже, что у нас есть очень развитое образование интересов, да. То есть, эта сфера как бы заинтересовать молодых людей, учеников и ребят в этом естественном знании, изучении технологий, это очень-очень важно, и это не только на школьных уроках, то есть, не нужно говорить только о формальном образовании, но эти возможности участвовать в разных группах и полцени, то есть... Ну, как кружки. Да, кружки, да-да-да. Эта возможность есть была, и она тоже сохраняется и усиливается. У нас есть и другие проекты, не только школа 2030, но и есть проект на развитие индивидуальных компетенций, где школа оснащается и разными средствами, технологиями, трехдименсионными принтерами и тому подобное, чтобы вовлечь молодых людей тоже заинтересовать в развитии технологий, в принципе. Спасибо. На сегодня нам пора заканчивать. Руководитель Государственного центра содержания и образования Гунтерцат Лакс был у нас в студии. Будем следить за пресс-конференцией, подробнее услышим о том, что планируется с нового учебного года, как его начинать. Продолжение следует...